За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 206 происшествий. Из них 18 преступлений, из которых 10 раскрыто. По 8 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привучено к ответственности 79 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За прошедшую неделю произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало два человека, причинен материальный ущерб. Так, 19 сентября около 18 часов 20 минут водитель автомобиля Ниссан, 74 года рождения, при повороте с улицы Смедовича на улицу Хатанзейского города Наринмара допустил наезд 10-летнего велосипедиста, который переезжал проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне видимости водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка-велосипедист бригадой скорой помощи доставлена в приемный покой Ненецкой окружной больницы, где и оказана медицинская помощь. Сотрудниками госавтоинспекции по данному факту проводится предварительная проверка. 21 сентября около 20 часов 20 минут водитель иномарки, двигаясь в сторону города, в районе дома номер 5 по улице 60 лет октября города Наринмара допустил наезд на 10-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги. На несовершеннолетнем была одежда черного цвета, без светоотражающих элементов. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний доставлен в приемный покой Ненецкой окружной больницы, где ему оказана медицинская помощь. По данному факту проводится проверка. В целях профилактики правонарушений на территорию округа сотрудники ОМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. В целях соблюдения правил дорожного движения с 19 по 23 сентября текущего года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». Проверено 236 транспортных средств, выявлено 58 административных правонарушений. В ночь с 23 на 24 сентября 2017 года на территории города Наринмара, поселка Искателей, а также поселка Красное Ненецкого автономного округа, госавтоинспекторы, представители комиссии по делам несовершеннолетних города Наринмара совместно с членом общественного совета при управлении Верой Дроздовой провели специальное мероприятие «Нетрезвый водитель» с целью массовой проверки автотранспорта, выявления водителей в состоянии опьянения, а также грубых нарушений правил дорожного движения. В ходе мероприятия сотрудниками полиции проверено 125 единиц автотранспорта. Выявлено и пресечено 10 административных правонарушений. Составно два административных протокола на водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, один из которых в поселке Красное. В ночное время 22 и 23 сентября, в целях недопущения употребления и профилактики появления в общественных местах несовершеннолетних, в состоянии алкогольного опьянения, сотрудниками окружной полиции, совместно с представителем субъекта профилактики, проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь подросток». Проверено 30 несовершеннолетних, 23 семьи из группы «Риска», составно 13 административных протоколов, возвращено 8 детей законным представителям. В сентябре текущего года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления выявлен факт присвоения денежных средств должностным лицом. Так, директор одного из предприятий округа, используя свое служебное положение, заключил фиктивные договоры с самим собой на выполнение функций по одной из вакантных должностей предприятия. После чего злоумышленник на основании подписанных им актов выполненных работ получал в кассе организации денежные вознаграждения, которые тратил в дальнейшем по своему усмотрению. Всего злоумышленник причинил ущерб предприятию в сумме 67 тысяч рублей. Следователем Следственного отдела управления в отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. В настоящее время следователям решается вопрос об избрании подозреваемому, меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. 20 сентября 2017 года в ночное время в дежурную часть окружной полиции от сотрудников поисково-спасательной службы МЧС России поступило сообщение о том, что на территории Старообрядческого храма по улице Первомайска города Наринмара слышен звон разбитого стекла. Прибывшие на место полицейские задержали на крыльце церкви мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции, осмотрев храм, установили, что пьяный житель округа, сломав дверь, проник в церковь и повредил внутреннее убранство и имущество, находящееся внутри помещения. В настоящее время стражами порядка в отношении злоумышленника проводится предварительная проверка. Устанавливается сумма причиненного ущерба. 22 сентября текущего года дежурную часть полиции от работника продуктового магазина, расположенного по улице Ленина города Наринмара, поступило сообщение о краже алкогольной продукции из торгового зала. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в течение четырех часов после получения сигнала о преступлении установлено, что подросток 2005 года рождения, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних, проник в открытое окно магазина, расположенный со стороны дворовой территории и совершил хищение спиртосодержащей продукции. В настоящее время полицейским по факту кража из магазина проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 23 сентября в кабинете нотариуса Ненинского автономного округа, расположенного по улице Ленина города Наринмара, состоялось очередное заседание членов общественного совета при УМВД России по Ненинскому автономному округу. В рамках заседания председатель общественного совета при УМВД Николай Кольчишков подвел итоги работы совета за 8 месяцев 2017 года. В своем выступлении председатель довел до присутствующих членов совета количество профилактических и специальных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, направленных на выявление пресечения правонарушений. Кроме того, на заседании представители совета решили помочь изолятору временного содержания окружной полиции с пополнением его библиотеки. В завершении заседания Николай Кольчишков поблагодарил всех присутствующих членов за активную работу и пожелал плодотворной деятельности в Совете и в будущем. 23 сентября 2017 года в городе Наринмаре руководство личного состава управления, представители общественного совета и кадеты средней школы номер 4 приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». На территории нашей страны экологический субботник проходит со 2 по 30 сентября. Целью данного экологического проекта является высадка 27 миллионов именных деревьев в память о каждом погибшем во время Великой Отечественной войны, а также вовлечение ответственных и неравнодушных граждан в деятельность, направленную на улучшение качества окружающей среды. В этом году местом для посадки деревьев стражи порядка решили выбрать территорию возле школы номер 4 города Наринмара. В данном учебном заведении создан кадетский класс управления МВД России по Ненинскому автономному округу. В Ненинском автономном округе реализована возможность получения гражданами государственной услуги по выдаче справок о наличии либо отсутствии судимости или факту уголовного преследования по принципу одного окна. Граждане, обратившиеся в многофункциональные центры округа за предоставлением данной государственной услуги, получают документ, удостоверенный, усиленный и квалифицированный подписью должностного лица, уполномоченного на подписание справок. 21 сентября текущего года между окружной полицией и казенным учреждением Ненинского округа Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг подписано дополнительное соглашение о взаимодействии. Согласно ДОП-соглашению, сотрудники МФЦ при выдаче экземпляра электронного документа заявителю, в данном случае справки о наличии либо отсутствии судимости, заверяют экземпляр распечатанного электронного документа на бумажном носителе печатью многофункционального центра. Таким образом, дополнительно подтверждает действительность выданной справки и являясь гарантом подлинности документа. Такой электронный вариант документа является юридически значимым и может применяться в любых правоотношениях наравне с бумажным. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова